Приветствую вас, увидел вопрос, вот решил ответить, хотя задавали бы его достаточно давно, 14-го числа, но тем не менее. Прочитал только первое сообщение, которое я за номером 0, весь форум не читал, а мы-то очень много времени это заняло бы. Вот, ну, в первом тексте, в принципе, все достаточно, так, подробно вы описали. Нарушение личных границ между вами и ребенком, это первое, отсутствие неконфликтных навыков общения, бесконфликтных навыков общения. Неумение, невозможность дать ребенку возможность почувствовать последствия своих действий. Неумение, невозможность, нежелание, может быть, всегда с ребенком почувствовать последствия своих действий. Невозможность показать, что для вас, ну, что для вас приемлемо, что для вас неприемлемо, вот, невозможность очертить границу. Ну, соответственно, вопрос возникает, да, почему, значит, ребенок так активно требует внимания, да. То есть, вот, почему так происходит. Самое-то, ребенок не привык слышать «нет». Ребенок не привык слышать «нет», ребенок не привык к тому, что ему говорят «нет», «нельзя», допустим, ну, «нельзя», это, может, не очень хорошее слово «нет», «я не хочу». И, что позволяет говорить, с одной стороны, о том, что вы гиперответственны за своих детей, скорее всего. А с другой стороны, о том, что вот, ну, вот, купе, да, с тем, что у вас недостаточно развитой личной границы, да, то есть определенные внутренние конфликты какие-то. Вот, вот, собственно, и все, собственно, и все в этом, то есть в рамках форума, если мы говорим про профессиональную психотерапию, вам помочь, наверное, довольно затруднительно, потому что тут проблема в том, как вы себя воспринимаетесь. То есть вот даже рекомендации какие бы то ни было, как вести себя с ребенком, да, как вести себя с детьми, они, может быть, и были на пользу, но тут проблемы именно внутри этого себя, и то, что вы детей называете тварями, хотя вы ответственны за то, что эти твари, в кавычках, появились на свет, на свет. Это говорит о том, что вы все начинаете, как бы, ненавидеть детей, и, в общем-то, ваша ненависть, она в целом понятна, потому что ребенок, по сути дела, лечает вас комфортно, лечает вас, ну, какой-то гармонии, вот, и понятно, почему вы ненавидите меня. Ну, нужно понимать, что вы перекладываете ответственность сейчас себя на ребенка, понимаете, то есть вы именно перекладываете эту ответственность, то есть вы говорите, что вот ребенок такой, вот, ребенок все время орет прям внимательно, но вы не задаетесь вопросом, вы не задаетесь вопросом, почему ребенок так себя ведет, вот, вы не задаетесь вопросом, почему ребенок ведет себя подобным образом, кто его научил вести себя подобным образом, это же вы, это же вы, вы научили его, Вы показали им, что такое поведение возможно с вами. Вы показали им, что доведя себя так, может что-то получить и прочее, прочее, прочее. И, в первую очередь, нужно разобраться с тем, что вы транслируете детям, что вы транслируете, какой посыл вы им транслируете. То есть, если вы ведёте себя так, что вы полностью на услужение, почему бы с вами себя так не вести? Вот. И по сути, подобная жертвенность своими детей, она оправдывает то, что вы бьёте ребёнка. Вот. По сути. Ну, оправдывает в кавычках, конечно. Потому что, на самом деле, не оправдывает. Вот. И как бы вот на это вам в первую очередь нужно обратить внимание. На я-сообщения, личные границы, активное слушание и, значит, соответственно, приёмы жёсткой любви. То есть, если ребёнок что-то делает, если ребёнок что-то делает, то у него есть последствия, последствия. Ну, то есть, его дети есть последствия. Вот. Такая вот история. Если вам совсем тяжело, можно договариваться. Ну, то есть, вот, договариваться с ребёнком, как нам, то есть, к примеру, там, вы уделяете ей какое-то время, потом, соответственно, нам даёт отдохнуть и вы утром занимаетесь своими делами. А взамен, там, что-то вот, что-то вот для неё делать. Ну, это, если честно, как такой критический вариант, там, что пользоваться им на постоянной основе крайне деструктивно и негативно для ребёнка. Вот. Поэтому я вам его категорически не рекомендую. Вот. Книга Юлии Борисовны Гиппенрейдера «Обчатся с ребёнком как?» в обязательном порядке. В обязательном порядке. Вот. И возможность личной психотерапии на втором месте. Опять же, опять же, опять же, смотрите. Вы говорите, мне очень тяжело с ребёнком, ну, вот с двумя детьми, да, очень тяжело. При этом вы говорите, что сейчас я одна с двумя детьми. Мужине? Как такое, что вы тяжело справляясь двумя детьми, а с ними одна остаётся? Это вопрос. Да, вы можете сказать, что есть определённые обстоятельства, вы можете сказать, что у вас нет выбора и прочее, прочее, прочее. Все это очень здорово, но все это звучит как просто объяснение. Просто объяснение. Объяснение в данном случае вам ничего хорошего не должно. Потому что объяснение не решает проблему. Вот. Объяснение не решает проблему. Понимаете? Какая штука. На проблему влияет исключительно только ваш выбор, ваши позиции. Например, когда вы разговаривали с мужем, что он уедет на месяц или там что-то такое. Вот. Ну, могли предсказать, нет, 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 что, я не поеду. Я не поеду. Я или ты не поедешь сюда, я не поеду. Или там, если поедешь, забирай ребёнку. Вот старшего, старшего пятилетнего девочку забирай и соезжай с ней. Вот. Как бы я не буду. Ну, могли так сказать сказать. Могли. Не сказали. Нет, не сказали. Просто я уверен, что у вас есть объяснение, почему так происходит. Я вам сразу скажу, что объяснения эти с точки зрения профессиональной психотерапии не играют никакую роль. Кроме подчёркивания вашей жертвенной позиции. Вот. Обратите внимание. Обратите внимание. Вы говорите, что если не буду задавать вопрос, зачем рожала вам, я буду отвечать грубо. Почему? Вполне правомерный вопрос. Ну, то есть, почему грубо-то отвечать будете? То есть, что такого в этом вопросе? То есть, правомерный же вопрос. Вы боитесь? Боитесь этого вопроса? Вам он неприятен? Если да, то чем? Давайте, давайте это раскроем. Почему вам не нравится такой вопрос? То есть, здесь, я это к чему? Здесь прослеживается неисследованность. Неисследованность вашей эмоциональной сферы, неисследованность и, как бы, отсутствие у вас контакта с собой. То есть, для меня этот вопрос болезненный, для меня эта тема болезненность. Так давайте, давайте как раз таки над ней поговорим, чтобы вам перестало быть болезненность. Чтобы не было болезненных тем, касающихся вас. Чтобы вы находились в гармонии внутри себя. Понимаете, какая штука. Вот я, когда копировал сообщение, вам отправиться. Я увидел, что вы там писали внизу, что одна. То есть, вам необходимо одно. Что вы не можете находиться весь день с человеком. И я с вами согласен. Вы не можете. Но что вы делаете, чтобы находиться одна? Это первое. А второе. А думали ли вы, почему вам необходимо находиться одна? Потому что, когда вы одна, те личные границы, которых у вас нет, создаются естественным путем. Если у человека адекватно личные границы построены, ему необходимо, ему не обязательно быть одному. Но у него все в порядке. И так. Главное необходимо быть одной. Ну вот. Такая история. Ведь ситуация в жизни была разная. Вот. К примеру, да? Бывает, что... Ну, вот в том числе, в самолете, да, допустим. В самолете, что там, допустим, сейс не может, или там застрял. Или в поезде, вот. А вот едешь в поезде, вот что-то случилось в поезде, и все, и после какое-то время не едем. То есть, да, там есть что покушать, там, в туалет сходить, поспать, все. Вот нет, не проблема. Но вы не можете находиться одна. Вот, да, вы не можете находиться одна. И что в этом случае? Что в этом случае делать? Понимаете? То есть, личные границы, кратически защищают человека от того, чтобы он не растворялся в других. Вам тяжело с дочерью. Именно в этом контексте. Потому что вы растворяете в себе. Вы теряете себя, вы агрессируете. У вас, соответственно, так проявляется защита. Ну, так вы пытаетесь себя защитить. Вот. Собственно, такая вот история. Такая вот история. Про личные границы я могу порекомендовать вам почитать Сталсинда. Сталсинда. Автор Сталсинда. Книга называется «Барьеры». Как и книга Юлии Борисовны «Гиттенрейтер». Она бесплатная, можно найти в интернете. Ну, можно было, по крайней мере. Сейчас не знаю. Вот. Вот эти две книги. Эти две книги. Начните с них. Начните с этих книг. И помните, что у любого действия есть последствия. У любого действия есть последствия. То, что вы себя вините, то, что вы себя обвиняете за то, что, ну, рукоприклад занимает Сталсинда, по отношению к ребенку. Это последствия того, что вы о себе не заботитесь. Ну, вы можете продолжать себя винить и рветь, но от этого, как бы, ребенку лучше становится. Наоборот, ребенок чувствует, что вы себя виноватите, и, ну, как бы, на это дадут. Вот. Можете действовать так. А вы можете просто начать себя защищать, и не доводить до такого. Потому что чисто вот технически, чисто технически, вы не виноваты в том, что бьете ребенку. Потому что вы человек. Нельзя требоваться от человека, да, нечеловеческих каких-то вещей. Нельзя требоваться от человека, который находится постоянно под угрозой полного растворения, у которого общение не обозначено границам. Нельзя требовать от этого человека, что он будет находиться в гармонии с собой. Нельзя. Поэтому вы не виноваты. Вы не виноваты в том, что, как бы, срываетесь. Но ребенок тоже не виноват. Но в отличие от ребенка, у вас возможности для саморегуляции есть. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация ваша в самым лучшем образом будет разрешена. Всего вам доброго. Температура. Букв okay. Температура. Температура навallит пару лrix. Нем grounds,